Здесь находятся четыре группы дойных коров, продуктивных, которые дают вагон. Экскурсия по животноводческому комплексу начинается с коровника. 3,5 тысячи квадратных метров – помещение одно из новых, запущено в 2021 году. Для коров настоящее раздолье и курортные условия, говорят работники фермы. Система вентиляции для жаркой погоды, маты для отдыха и особая система питания. На часах половина первого – это время у животных, как и у людей, обеденное. Кого не работает кормораздача, четыре раза в день дают коровам еду. Монокорм в составе – сила, сенаж и комбикорм. Пищу для животных производят здесь, жены территории. На протяжении нескольких месяцев ветеринары, зоотехники и другие специалисты животноводческого комплекса формировали кормовую базу. Одна из ключевых добавок – шроты, то есть отходы масличных культур. Производительность этого завода составляет 20 тонн в сутки. Комбикорм производится из кукурузы, пшеницы, ячменя и рапсового жмыха с добавлением премиксов различных. 2022-й на животноводческом комплексе был плодотворным, рассказывает директор предприятия. Появился телятник на 126 скотомест. Так называемый яслисад оборудован индивидуальными боксами. Рассчитан на животных от нуля до двух месяцев. Также была проведена реконструкция системы газоснабжения животноводческого комплекса. Были запущены три газовых котельных для обогрева помещений. Изменения, которые были произведены у нас в 2022 году в строительстве реконструкции, позволило нам увеличить количество поголовья на 200 голов и увеличить надои практически на 4000 литров. Интересен и способ получения молока. Доет коров три раза в сутки на специальной карусели. Чтобы посмотреть, как она работает, нас проводят в доильный зал. Таким образом происходит процесс доения коров. Животные сами становятся на карусель, и аппарат автоматически начинает сцеживать молоко. Одновременно на ленте может находиться 24 коровы. С карусели продукция через молокопровод попадает в танк охладителей. Здесь их два на три и пять тысяч литров. Сырьевой товар отправляют на Шарлыкский молокозавод. Готовая продукция попадает на прилавки магазинов, близ лежащие села и в областной центр. На 2023 руководство животноводческого комплекса «Большие планы» – увеличить надои до 15 тысяч литров в сутки. Юлия Тюшевская, Андрей Булатов. Новости дня.